Свобода и Бог Решил затронуть столь непростую тему Чтобы не сбиться, решил зачитать собственное эссе, которое написал пару лет назад Сразу предупреждаю, может показаться, что я слегка сгущаю краски Делаю это осознанно, для более яркой картинки Во всех нас в той или иной степени присутствует описанное ниже качество Себя я тоже не исключаю Итак, свобода и Бог Как ни прискорбно, но слово Бог уже очень давно является синонимом слова рабство Пока человек сидит в тюрьме из собственных страхов Такие понятия, как свобода, любовь, Бог, недоступны для восприятия И не важно, человек этот атеист, или религиозный, образованный, или безграмотный Такой человек является частью огромной серой массы В простонародье именуемой стадом Как и в животном мире, есть множество разновидностей стада Но есть общая черта у всех Стаду всегда нужен пастух Современный эквивалент пастуха является идеология внешней системы Которая транслируется через своих высокопоставленных представителей Чтобы было понятно, я не против системы как таковой Мало того, без системы невозможно раскрываться как личность И достигать желаемых результатов Но я против зацикленного отношения к чему бы то ни было Делающего из человека бездомного раба Неспособного даже приблизительно представить, насколько он ограничен Любая система, будь то государство, религия, наука, армия, даже завод Имеет идеологию Все представители серой массы сфокусированы на правила системы, которые принадлежат И молятся на ее устои, традиции, авторитетов Цель любой системы – не дать серой массе стать индивидуальностью Что значит стать индивидуальностью? Это значит научиться мыслить самостоятельно Любой представитель серой массы, назовем его условно «овечка» Будет доказывать с пеной у рта, что мыслит самостоятельно При этом, чем он тупее, тем больше пены В этом вся проблема Овечки очень уверены Почему? С любым сомнением, овечки сразу же обращаются к системе по иерархии Их так приучили, точнее воспитали Получив там ответ в рамках конкретной идеологии Они тут же успокаиваются, так и не закрыв внутреннюю дыру Которая спровоцировала сомнения В чем же главная цель овечки? Спокойствие Даже если всем на бойню, овечка верует в систему, традиции, общину и иерархию Для овечки все это и есть бог Кто не согласен с системой, тот против бога Мерила овечки ограничение системы Поэтому если овечка говорит о боге, она говорит о системе Которой всецело принадлежит, ни о чем больше При этом все другие системы она отрицает как ложные Чем тупее овечка, тем фанатичнее ее отрицание Теперь, во что овечка не верит? Она не верит в себя, в свой внутренний мир Она искренне не понимает, как можно ориентироваться в этой жизни По внутренним индикаторам, без четкой инструкции извне Что такое мотивация изнутри? Внутреннее топливо остается для овечки загадкой за семью печатями Овечка вспыльчива, непоследовательно, без контроля со стороны внешней системы Именно поэтому те, кто не в стаде, воспринимаются ей как сумасшедшие, заблудшие, несчастные А точнее непредсказуемые Они вызывают жалость, мгновенно перерастающую в страх и агрессию Первый позыв любой овечки по отношению к таким заблудшим Вернуть в стадо Противостоять стадному инстинкту большинства часто бывает очень непросто Так как все мы в той или иной степени продолжаем принадлежать внешним системам Но это неотъемлемая часть борьбы в рабстве с рабством в себе В каждом из нас сидит раб, точнее овечка Заточенная в тюрьму собственных представлений и страхов Так что ломайте стены, выходите из рабства Тогда Бог начнет снимать перед нами свои маски И сквозь серые морды баранов начнут, наконец, проглядывать лица людей Помочь в этом непростом процессе может книга Сквозь время к предназначению, минуя страхи и сомнения В ней описываются практические инструменты, применяя которые Человек способен разобраться в своих желаниях, а также в том, как научиться гармонично их проявлять Несмотря на внутренние страхи и внешнее сопротивление Ссылка на книгу в описании